Итак, с запозданием примерно в месяц, а то и больше, хотя нам на Комик-Коне еще вроде как обещали представить, полностью официальный полноценный трейлер Терминатора часть 6, он же Тёмная Судьба, которая у нас в прокате почему-то идет как Тёмная Судьба. Значит, в этом новом ролике нам показывают больше кадров с Сарой Коннор, потом вот с этой загадочной девушкой-киборгом, я бы даже сказал, это не девушка-киборг, это там какая-то помесь образуется, значит, это гибрид человека и машина, значит, вновь вот перед нами кадры, как они ел по пустыне, потом оказываются в лесу, и вот типа долгожданные кадры с тем, как видят будущие авторы нового фильма, нового Терминатора. Ну, пока сказать очень тяжело, потому что, на мой взгляд, даже в этом трейлере очень сильно недоработано, криво, как-то, блин, ну видно, что игрушечное нарисовано очень некачественно, как обычно, они на этапе постпродакшна это все спешно-спешно допиливают. Меня, правда, удивляет одно, что премьера фильма тут остается совсем чуть, около двух месяцев, а то и меньше уже, и они еще умудряются до сих пор выпускать сырые трейлеры, то есть где картинка, честно говоря, ну, вызывает недоумение до сих пор. Ну, вот взрывы, да, красиво нарисовано, тут видно. Но если бы, слушайте, если бы уже в изрывы и огонь бы они разучились нормально показывать в роликах, ну это было бы совсем ахтунг. Тут все-таки режиссер Тим Миллер, который там Дэппул запиливал, еще какие-то фильмы. Как бы, честно говоря, вот первый тизер был очень позорный, на самом деле, для режиссера такого калибра, и учитывая, что там вроде как Кэмерон Продюсер всячески пиарит этот фильм, ну это вообще просто удивительно, что происходит в индустрии. Ну, кадры вот не самые плохие дальше, да, идут. То есть тут как бы ругать совсем не хочется, блин, ну честно, ну, ну, совсем старенькая Сара Коннор, да, со свирепым лицом. И вот эта вот бабеха, я даже не знаю, как правильно назвать, она то ли робот, то ли человек, поймешь, ну очень странная внешность такая спорная, вот этой белой маечки, блин, ну честно говоря, как-то не знаю, неприятно выглядит, честно, вот никакой симпатии к ней пока нет. Может там потом, когда крупный план лица будет в самом фильме, какие-то там эмоции она будет показывать, если будет. Ну, пока что-то вообще недоумение одно. Вот этот кадр с пролетающим самолетиком, охотником-убийцей и скатывающийся черепок. Значит, видите, в чем вот проблема, в чем я вижу. В первых двух терминаторах, на которые до сих пор фанаты молятся, и я в том числе, там мрачное будущее показывали исключительно ночью, там дневных съемок не было. А впервые это показали в четвертом терминаторе, как там днем все это выглядит. И, конечно, оно разительно отличается от того, как это представлял нам Джеймс Камерон в первых фильмах. Все было такое, вот этот синий фильтр, вот этот ночной, блин, это было действительно клево. Вот в этом трейлере, к сожалению, ничего такого нет. А вот появление голой тетки, да, это круто, как она шлепнулась на землю, блин, вот это что-то новое, действительно. Ну, видно, что фантазия вроде, вот в определенный момент фантазия у авторов работает. Слушай, дай бог, чтобы работала, в принципе, везде, где это надо, а не только вот где им захотелось, там, задницу крупным планом показать, еще что-то. Видите, здесь показывают, типа, героиня, что она мега быстрая. Она там, да, она не такая мощная и здоровенная, как Т-800, и не такая продвинутая, как вот этот РФ-9, который новый, там, вот этот двойной киборг. Ну, она, типа, очень шустрая, вот, у нее там удары мощные, она бегает быстро, чуть ли не летает. А вот эти все разборки, слушайте, ну, не знаю, как будто граница с Мексикой, все это выглядит, и в каких-то пустошах снято. То ли намерена, чтобы бюджет фильма максимально на этом сэкономить и больше потратить потом на визуальные эффекты, то ли, вот, не знаю, то ли задумка авторов такая, там же была эта фигня в Терминаторе 2, судный день, когда она приехала фактически, там, к этим мексиканцам. Может быть, к этому отсылке, к судному дню, пока непонятно. А военная база тоже, походу, он как-то, смотрите, куча военных, и злодеи, блин, типа, прополз туда. Добрый такой, улыбающийся, говорит, вы меня хрен остановите. Да вот этот военный вообще смешной, когда на него наваливается куча народа, о, на него такие солдаты набегают, такие все в броне, в касках, а он их всех, вот, видимо, походу, вот так автоматически начинает протыкать. Он же там теперь вообще как-то, о, блин, похож на мимика, реально, помните мимики в фильме «Играем будущего» с Том Крузом? Вот, вот его точно так же здесь показывают, как в будущем этот Терминатор двойной выглядит. Это вот, блин, ну, честно говоря, не знаю, как-то стрёмно. И здесь зачем-то они показали, вот, кстати, вот этим они испортили, на мой взгляд, ну, трейлер, вообще, впечатление вот от этой сцены. До этого хоть какая-то загадочность была, что что-нибудь там произойдёт на мосту, а тут, типа, вот, он просто бежит к ней, тянется, и им Сара Коннор, старушка, помогает. Это, конечно, достаточно абсурд, как бы, учитывая, что тётка-то вот эта молодая, она там, типа, мега-мега какой-то новый гибрид, а тут старенькая такая ветхая старушенция. Это, блин, ещё вот эта I'll Be Back, то, что она в русском переводе в Дубляже говорит, это кошмар. Ну, я не знаю, честно, вот, как бы, вот, честно я вам скажу, даже впечатление от предыдущего Генезиса, когда там трейлер полноценный выжил, там было как-то интереснее, потому что они вот эту линию времени меняли, ещё что-то. Там молодая цифровная Шварценеггер была, слушайте, ну, был какой-то интерес, а здесь, понимаете, здесь как-то всё наоборот. Да, вот это вот, ну, вот спецэффекты, да, крутые. А дальше-то чего? Вот этот кадр, да, где он там прыгнул, раздвоился, вот, слушайте, не знаю, ну, нет, вроде, вот, я не могу понять. Она, вроде, идеи, идеи-то неплохие у них, но мне кажется, они просто в кону у первых терминаторов не укладываются. Там всё как бы было чётко объяснено, логично, как механизмы все эти работают, в чём их крутость. А когда здесь какой-то новый мега-киборг появляется, который и из жидкого металла, и со скелетом, не знаю. А вот этот кадр самый сильный, на мой взгляд, в трейлере. Вот когда вот так вот Шварценеггер сбоку показывает, как он из дверок появляется, это, пожалуй, да, вот самый сильный кадр ролика, который мне действительно как бы так воодушевил. Но, опять же, повторюсь, седой Шварценеггер с бородой в роли деда-киборга, не знаю, как-то вот до сих пор в голове не укладывается. Слушайте, сколько уже времени прошло, и фильм, безусловно, я жду, и я пойду на него в кино, естественно, посмотрю. И вот такие кадры неплохие, опять же, в конце есть вот это расстрел в упор, так сказать, в лицо. Вроде кайфово, но, понимаете, для... А вот это, дед в рубашке, Шварценеггер, дед в рубашке. Блин, зачем? Ну почему облик-то нельзя как-то нормальный было, интересный подобрать? Как бы в духе первых фильмов. Ведь фанаты-то и ждут, и если они заявляют, что это продолжение второй части, которое минует все предыдущие продолжения, то, блин, ну сделайте вы как-то, чтобы это вот давило все время на ностальгию, ну как-то так, а пока даже никаких... Возможно, я надеюсь, что в фильме будут все-таки, может, хоть какие-то флешбеки там представлены, а ссылки к первой, второй части. Но пока, честно говоря, вообще вот не впечатлило, не удивило. Да, конечно, полноценный трейлер посильнее тизера получился, в нем больше кадров, экшена еще больше, но как-то, не знаю. Я надеюсь, что будет еще и трейлер номер два, как сейчас модно, я надеюсь, что будет второй расширенный трейлер. К фильму «Терминатор. Темная судьба». А иначе все довольно грустно, но так или иначе уже совсем скоро узнаем, что из себя этот фильм представляет, и когда пойдем на премьеру. Ладно, друзья, ждем следующих новостей относительно этого замечательного фильма. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова